В 2017 году великие люди инвестировали в недвижимость, драгоценные металлы и прочие присущие нам ценности. И только единомышленники и верующие великие автоваз не теряли надежд и продолжали верить, что жигули станут иномаркой как москвич. Давай въедете в крыло, отдашь квартиру, сука. Но чудо так и не произошло. Но и вера не пропала, поэтому сегодня приоры продаются по 600, по 700 и даже по 800 тысяч рублей. Представляю ваши лица, да друзья, именно так. Поэтому сегодня вы узнаете, что же можно купить вместо приоры, так как большая часть населения до сих пор в автоваз не верит. Мы же с вами адекватные люди, и поэтому возьмем сумму в 500 тысяч рублей. Первым автомобилем в поиске авто за 500 высветится, конечно же, он. Ford Focus 2, если не сгнил. Из основных плюсов – свежий год, относительный пробег, большая линейка моторов и кузовов. Из плюсов вытекают минусы. Из-за большого спектра выбора моторов у каждого есть свои особенности. Например, у модели 1.6 надо следить за ГРМ, 1.4 плохо едет за городом. В дизельных версиях вся экономия закончится на замене даже одной форсунки. Поэтому оптимальным вариантом будет двухлитровая версия моторов в паре с механикой. Но таких мало. А что такое порнография? Надежность данного авто у многих вызывает вопросы, и отсюда главный недостаток. У автомобиля Ford Focus дорогое обслуживание. И если у вас денег хватило только на его покупку, он сделает вам Ford Focus. Хотя, что нынче дешево? Другой вопрос, когда починил и забыл. Не рассматривать такой вариант к покупке тоже не стоит. У этого автомобиля большое количество фанатов, большая часть которых пересела с Лады. Их аргументы были предельно просты. Главное, чтобы папе понравилось. И тут концерн дал практически все возможное за свои деньги. Богатая комплектация, подогревы всего, что только можно. Хорошая управляемость на дороге. Ну и самое главное, общий комфорт от управления автомобилем. А, ну и да. Диски нормальные поставь. Далее идет относительно машина поспокойней. Это Рено Логан 2. Или первого поколения. Конечно, здравый смысл нам не позволит купить первую версию. Будем рассматривать второе. Отличный автомобиль для того, чтобы скучать и страдать, когда чешутся руки. Потому что о поломках в данных авто вы будете вспоминать редко. Неважно, какую версию мотора выбрать. Будь то 1.4 или 1.6. И сколько там будет клапанов. 8 или 16. Великих проблем ждать не приходится. В комфорте вы все равно будете обделены. Это вам не форт. Но как надежный и рабочий поджоп. Отличный вариант. Единственный нюанс. От покупки автоматной версии лучше отказаться. Затем идет не менее скучный Солярис. Популярнейший автомобиль у таксистов, у доставщиков еды и прочих наездников, которым не нужно думать об авто. Главное, чтобы завелась. И естественно, не будь Соляриса, не было бы в нашей стране и каршеринга. Сразу вспомнили всех этих забавных ренделей на парковках? Которые учились дрестовать и навыкам контр-аварийного вождения. Теперь задумались второй раз. Сколько же тогда живых Солярисов осталось? Правильно. Очень и очень мало. А за 500 еще меньше. 1.4 или 1.6 выбирай сам. Говорят, надежнее 1.4 на автомате. Но достоверных фактов этому нет. Оба моторы по-своему хороши. Любителям потрепаться за задиры и неремонтопригодность. Просьба не п***ть. Ибо аргумент у вас один. Я видел в тиктоке. Главная проблема владения этим автомобилем – игнорировать слова «шеф», «отец», «капитан», «командир» и прочее. Ниссан Альмера в кузове B10. Или же в народе Альмера Классик. 1.6 на автомате или механике с мощностью в 107 бобряных сил. Мохнатая ткань в салоне с правильным рулем. Очень привлекательный вариант. И отлично слизанный Опель. Если говорить мягко. Из-за этого не сильно похож на японский авто, а на европейский. А раз европейский, то и обслуживание данного авто будет соответственное. Дорого-богато. Комфортный и довольно практичный седан. Со всем необходимым набором опций. Свежий год, небольшое количество хозяев и вероятнее всего с средним пробегом в районе 250 тысяч километров. И это вас не должно огорчать. Дело в том, что к этому пробегу у Альмеры большая часть будет уже отремонтирована за вас. Вам останется только вовремя его обслуживать. И он вас не подведет. Порадует своим расходом и неприхотливостью. И дороговизна обслуживания не сильно ударит по карману. Да поможет аналог. И все-таки ложка дегтя есть в этом варианте. Это кузовщина. Она есть далеко не везде. И пока мы не ушли совсем далеко из разряда кредитных машин, хотелось бы вставить пару строк про Kia Rio. Такой же любимчик из такси и доставки, но почему-то существенно дороже Solaris. Kia Rio третьего поколения за 500 тысяч и даже 550 будет по самому дну рынка. И примерно с такой же цифрой на одометре. Поэтому если повезет и кто-то из знакомой семьи продает этот авто, можете рассмотреть такой вариант к покупке. Рассказывать о его надежности и неприхотливости не стоит. Этот автомобиль прошел проверку временем. Ну и раз мы заговорили о дне рынка, очень симпатичный, притязательный, манящий и в целом очень сексуальный Lancer X. Пока я собирался писать эту подборку, цены на него еще подскочили. И сейчас путный вариант, который сохранил облик автомобиля, а не ржавой жвачки, начинается в районе 600 тысяч рублей. Все, что за наш бюджет, увы, на коленях. Встречаются варианты и за 400 и за 500. Это, как говорится, на ваш страх и риск. Это вовсе не означает, что мы не можем рассмотреть предыдущую версию Lancer 9. За 500к вы купите чуть ли не самый дорогой 9-й Lancer на рынке. С минимальной послужной историей, минимум хозяев, может быть даже пробег около 200. В большинстве случаев это двигатели 1.6. Да, эволюшеном он не станет. Зато налогом в 500 рублей и расходом в 6 литров не каждый эво может козырять. Также есть и более объемные двигатели в паре с автоматом или МКПП. Главный плюс этого авто – это обслуживание. Оно недорогое, оригинал, аналог, полно контракта, несмотря на такое сложное время. Как и все авто, это тоже имеет свои прелести. Это связано и с последующим удешевлением всей линейки Lancer. Шумка. Она просто отсутствует и идет. И толщина ЛКП вместе с ней. Возможно, японцы хотели из всех гражданских авто делать тупо ралли. Поэтому жалели краски и мастики. Но что-то затроили и влепили все в грузовики и кондиционеры. Одним словом, японцы с них взять. И вообще у них кумир Джеки Чан. Жми на газ. В другой раз буду пристегиваться. При поиске автомобиля за пятихатку, вам наверняка не попадется Chevrolet Vectra, Vauxhall Astra, Holden Astra, Saturn Astra, Opel Astra Family. Вам уже интересно, что за бред я несу. Когда на картинках Opel Astra H. Друзья, вот и я не понимаю. Нахрена давать автомобилю столько разных названий, если это все равно остается Opel. За 500 тысяч вы получите свежий год, любой кузов, широкую линейку моторов, начиная от 1.4 и выше. Но даже этот брат будет на чугунном блоке и цепной механизм на газораспределении. Способен отходить спокойно около 300 тысяч километров без вмешательства. Старшие братья двигатели А16 и А18 также не уступают надежности. Небольшим недугом будет частая замена охлаждающей жидкости, иначе можно попасть на замену помпы, термостата и датчика уже. А если автомобиль на автомате и не установлен доработанный теплообменник, то и автомат вам скажет пока. К слову, на Astra устанавливались механические и роботизированные коробки передач. И второе лучше обходить стороной, это вам не шкода. Но сильно переживать не стоит, есть и автоматические коробки передач фирмы iSyn, которые при своевременной замене масла отходят спокойно 200 тысяч километров. Резюмируя, при должном уходе проблем доставать не будет. Получите хорошую комплектацию и качественную безопасность. Это все-таки как-никак немецкое качество, хоть и солянка. И кстати, к данному авто подходит множество запчастей от Chevrolet Cruze, поэтому такой автомобиль не будем рассматривать. По начинке они похожи. Но есть у Chevrolet такой автомобильчик, который облюбовали пенсионеры, айтишники и прочие пассивные автолюбители. Это не Нива. Техническая особенность 40-летняя. Это Chevrolet Lachette. Сделано из подкладки обуви. Из-за того, что машина не популярна у пацанчиков, а нормальные телки на эту машину просто не смотрят, вас порадуют пробеги этих авто. Многим покажется 500 тысяч за Lachette, да лучше купить Jigoo. Да народ, это чертовски дорого, но вы получите автомобиль корейской сборки. И если вводные данные вас располагают к покупке, хочу вас немного притормозить. Данный автомобиль нужно покупать после очень качественной диагностики. За 500 тысяч это должен быть около идеальное авто, которым все должно стоять новое или контрактное. У большинства навесных деталей не хватает и до 80 тысяч километров, а ходовка и вовсе не сможет пережить больше 65. В последних версиях устанавливались моторы объемом 1.8, со всеми доработками и учтенными нюансами ранее, но требовали трепетного обслуживания к себе. Менять сущие прокладки и заклинившие термостаты и прочие мелочи. Трансмиссии были нескольких видов. У механических коробок можно часто встретить излишнюю вибрацию и гул. А вот автоматические спокойно выхаживают по 150 тысяч километров, так как ставились ZF и iSyn. Несмотря на все это, вы получаете минимальный комфорт и набор опций, который в нашем автопроме называется люкс. Тяговитый мотор и все это на автомате. Следующий вариант будет уже беспроигрышный. И знаете почему? Сколько вы отдадите за этот автомобиль сейчас, за столько же вы его продадите через 3 года. И это Toyota Corolla в 150 кузове. Все поколения Corolla всегда славились своей отменной надежностью, но к сожалению не всегда надежность стоит на первом месте при выборе авто. Начиная с 120 кузова в шумоизоляции и опциональном оснащении начали жестко экономить. Все последующие кузова делали только красивыми и привлекательными внешне. И тут не поспоришь, ну вы только посмотрите на нее какая красотка. Ну ладно, вернемся. За 500 тысяч это будет примерно 2007-2008 год. Пробег 250+, с двигателями 1.4 и 1.6 в паре с механикой или роботом. Если вариация 1.6 плюс МКПП, то нужно поспешить. Такие варианты разбирают быстро. А вот с роботом все-таки есть нюансы. На таких пробегах надо, чтобы кто-то сделал его до вас. Или придется делать вам. Вывод. Если хотите накачать мощную левую ногу, берем ручку. Хотим оставаться дрещом, берем денюжку. По-моему, все очевидно. Двигатели проблем же не доставляют. За исключением мелочей в виде катушек или датчика. Давление масла. С наличием запчастей также проблем нет. Единственное, в чем вы будете обделены, это комфорт. Но как вариант езды из точки А в точку Б, без головных, более ремонте, идеальный вариант. Хонда Цивик 8-го поколения. За озвученный бюджет будет чуть ли не самой удачной покупкой сегодня. За пятихатку вы получите 1.8 двигатель на АКПП. В сумме выдающих 140 сил, которых для этой малышки предостаточно. И все это с левым рулем. Как сказали японцы, не себе делали. Нам пупы. Запчасти дороговаты, но аналог решает. Силовой агрегат надежен, как и автомат. Но вот версию с вариатором лучше не брать. Не в убыто комфорту. За комфорт тут, как всегда, будет отвечать жесткая подвеска. За такой нюанс Хонда отблагодарит вас на трассе, порадовав расходом в 7 литров и 9 литров в городском цикле. Да и честно сказать, многое зависит от шин, колес в целом, а также пружин. Небольшой багажник превратится в большой, сложив задний ряд сидения. Поэтому обязательно рассмотрите данный вариант к покупке, пока он также не подорожал. Пишите свои варианты за 500 тысяч рублей в комментариях и будет вам новая подборка. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok